Более тысячи детей этим летом отдохнули в лесной сказке. Отдых и спортивные состязания взрослых начинаются с открытого первенства Лебединского ГОКа по большому теннису. Ярославу Лисицкому три с половиной года. Ракетка пока для него велика, но намерения серьезные. Я боюсь за папу и сам хочу играть. Папа Ярослава Александр Лисицкий работает электромонтером на Лебединском ГОКе. Теннис, развлечение, возможность выступать на спартакиаде за свое подразделение, а еще отличный отдых. Спортивный семейный выходной в лесной сказке провела и Татьяна Бондарева с тремя детьми. На первенство они приехали из Белгорода. Старший Дмитрий тоже в качестве участника. Пока мама не дает сыну обыграть себя, да и многим мужчинам на турнире не удалось вырвать победу у напористой теннисистки. Мужчина нацелен на победу, ему важен результат. Как правило, это мощные удары, это недолгие розыгрыши, сразу атаки. Меня этим и привлекает. То есть поиграть с мужчинами ради тренировки именно вот такого, может быть, силового атакующего тенниса – это здорово. Я впервые здесь, мне очень нравится обстановка, очень комфортно, прекрасные корты, тишина, лес вокруг. Волшебно. Лучшим игроком турнира стал Алексей Фисенко из Белгорода. Второе и третье место за представителями «Лебединского ГОКа» Алексеем Моторко и Виктором Василенко. Матчи прошли на обновленных кортах. Сотрудники «Лесной сказки» подготовили их специально к открытию сезона. В идеальном состоянии вся территория «Лесной сказки». И программа культурно-спортивных мероприятий на ближайшие месяцы обширная. Я хотел бы пригласить просто жителей Белородской области, особенно лебединские семьи для отдыха. Для них будет предоставлен плавательный бассейн, веломобили, велосипеды, прогулки по лесу интересные, можно гулять, ходить. А зимой гости «Лесной сказки» могут стать болельщиками чемпионата России по лыжным гонкам. Состязания подобного масштаба в Белгородской области будут проводиться впервые. Продолжение следует...